Наркополиция нагрянула внезапно. Молодой человек, он же драгдилер, даже не успел спрятать очередной пакетик с героином, предназначенный для сбыта. В машине у торговца смертью нашли только 5 граммов опасного зелья. Остальное было припрятано в арендованном гараже. Есть информация, что у тебя хранят здесь наркотики. Это правда? Да. Какие наркотики? Героин. Героин? Открывай гараж. Подозрения оправдали. Среди вещей обнаружили еще 100 граммов дурмана. Частицы наркотика остались и в кофемолке, в которой наркоторговец перемешивал героин с сахаром, как сам потом сказал, чтобы вес был больше. А наркотики для чего? Я не знаю. Затрудняешься. Затрудняешься? А где взял хотя бы? Нашел. Нашел? А где нашел? На улице. Как раз на улице, на одном из пустырей, молодой человек сделал так называемую закладку героина для розничных сбытчиков. Полицейские изъяли и список адресов старых героиновых закладок. По информации службы наркоконтроля, ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности. Он ранее не судим, является образцовым семьянином, ведет здоровый образ жизни, наркотики не употребляет. По его словам, он работал за конкретную оплату своих услуг. В настоящий момент в отношении этого человека возбуждено уголовное дело и его преступные связи устанавливаются. Павел Баймаков, Владислав Манин. События. Где затрудняешься ответить?